Еще раз всех приветствую. Давайте познакомимся в первую очередь. Меня зовут Юлия Рыжакова, я буду сегодняшним спикером. И сегодня тема у нас весьма интересная. Это, наверное, долгожданная тема, которую очень многие партнеры нашего сообщества, нашей компании Global Intellect Service давно ее ждали, потому что она на поверхности у нас уже очень много, даже лет, можно сказать, но до сих пор мы ее не прорабатывали глубоко. И сегодня наступил этот день. Я рада, что смогу поделиться с вами всей полезностью, которая у меня есть по данной теме. А тема наша – это сотрудничество с блогерами. На этом слайде вы видите, как меня зовут. Еще раз напомню, Юлия Рыжакова. Я являюсь маркетологом, специалистом, топ-специалистом по внедрению программы UDS в бизнесы наших предпринимателей. У меня консалтинговая компания под названием RWS Business, под этим же брендом работает школа по внедрению. Курсы, которые я провожу, возможно, многие из вас проходили. Всех рада видеть. Чат живет параллельно с своей жизнью, и он мне сейчас пригодится. Я очень вас хочу попросить вот о чем. Пожалуйста, поставьте в чат пятерочки, если вы партнеры нашей компании. То есть вы представители, дистрибьюторы UDS. Это такая у нас будет сейчас перекличка. Я разделю вас на три категории. Далее, поставьте, пожалуйста, семерки, если у нас присутствуют на вебинаре наши клиенты. То есть это предприниматели, которые уже работают с UDS. Ну, если вы клиент-партнер, 5-7, да, можно через дефис. Да, семерки, если вы клиент, если вы используете UDS в своем бизнесе. И третья, пожалуйста, третья цифра будет. Давайте это будет девятка. Если у нас блогеры, вдруг наши партнеры пригласили сегодня на этот вебинар блогеров, хочется посмотреть, вдруг вы сегодня здесь с нами. Хотя на такой вводный вебинар, я думаю, что пришли в основном сегодня клиенты-партнеры. Очень много клиентов, это здорово. Вы будете одним из первых, кто узнает всякие интересные штуки. Так, девяток пока не вижу. Вот, и в этом ничего страшного нет. Мы об этом сейчас будем говорить. Итак, реклама у лидеров мнений, она действительно заслуживает внимания. Это один из наиболее эффективных видов рекламы в онлайн на сегодняшний день. И вы, наверное, сами видите, как практически любой публичный человек, известный человек использует свою аудиторию как рекламную площадку. Поэтому говорить о том, насколько это прибыльно, какую пользу приносит компания, я думаю, уже не стоит, да, то есть эту тему вы сами понимаете, что она актуальна. И в различных видах данная реклама реализуется. Многие лидеры мнений, инфлюенсеры и блогеры, да, то есть смотря какой размер их сообществ, они дают в том или ином виде рекламу. Это и участие в гивах, в совместных, да, розыгрыше каких-то призов от спонсоров, и спонсоры платят достаточно большие деньги от 100 до 1000 рублей, до полумиллиона рублей за участие в таких коллаборациях. Это и традиционный, просто обычный способ рекламирования, это пост, видео, новости какие-то о конкретном бизнесе, о каком-то бренде. И здесь мы можем говорить и о очень маленьких блогерах, которые только-только начинают свой путь, и они осознанно ведут свои сообщества, делают их интересными, вовлекают туда свою аудиторию. Это может быть даже аудитория небольшая, 3, 5, 10 тысяч человек. Есть уже такие локальные, местные, какие-то интересные персоны размером от 50 тысяч подписчиков, и уже, конечно же, такие миллионники, да, и более, у кого несколько сотен тысяч подписчиков, и у кого переваливает за миллион. Ну, естественно, чем больше аудитория блогера, тем дороже у него реклама. Запись включена, пожалуйста, не переживайте на этот счет, все хорошо. И сейчас я сегодня, моя тема, она, скажем так, о чем будет построено выступление из трех частей. Первая вот как раз-таки часть – это показать, как в UDS, какие механики можем использовать для того, чтобы взаимодействовать с данными рекламными носителями, да, это люди, естественно. Какие, кроме того, что есть эти механики, я дам вам определенные для работы инструменты и для предпринимателей, и для блогеров, да, для того, чтобы наше партнерское сообщество могло эффективно взаимодействовать. И давайте, я думаю, вы и так понимаете, на каких примерно, ну, на каких механиках работает реклама. Это реферальная ссылка, только так как в UDS, кто хорошо уже знаком с функционалом, вы знаете, есть реферальная ссылка от покупателя, да, то есть это от пользователя, и есть реферальная ссылка, которая генерится самой компанией, то есть находится в источниках трафика. Поэтому я сейчас покажу две этих механики, два этих примера, как можно через данные механики работать, и мы потом пойдем, скажем так, сделаем с вами вместе выбор, а какую будете использовать вы, да, если вы наш клиент предприниматель. Но первое, первое это специальный промокод источник трафика, который вы создаете в разделе источники трафика, так он у нас называется. Вы можете для блогера создать новый источник трафика, реферальную ссылку и поставить специально для этого человека, ну, во-первых, дать название данной ссылки, да, чтобы вы потом видели этот результат, и дать какое-то эксклюзивное количество бонусов, помимо приветственных, на получение от конкретного человека, от конкретного лидера мнений. Вы создаете эту ссылку, и сотрудничество будет построено на том, что сам уже, получается, этот блогер будет ее использовать в виде QR-кода, либо промокода, либо ссылки, по которой свайпают, например, в Инстаграм. Вот, и в зависимости от того, какой результат сделал конкретный инфлюоренс, да, вы уже даете вознаграждение, на входе обговариваете, сколько, какое вознаграждение будет предусмотрено. Например, оборот по покупкам данного блогера за месяц составил 150 тысяч рублей, а вы договорились там на 5%, например, комиссии, или на 3% комиссии, но ежемесячной, или вы договорились за оплату за каждого привлеченного в базу клиента, то есть не совершившего покупки, а именно привлеченного, так как статистика показывает все три уровня воронки. Я думаю, здесь механика понятна. Второе мы посмотрим, второй сценарий – это промокод участника, когда у нас блогер берет свою реферальную ссылку на общих основаниях, как любой клиент, и он использует также ее либо в формате QR-кода, промокода, то есть разницы здесь уже никакой нет, вы это сами понимаете. В этой механике достаточно очевидно как раз-таки тому, кто делает рекомендацию, как эффективно он работает, потому что статистика по источнику трафика, она видна только внутри консоли, значит, только предпринимателю, и он может поделиться скриншотом, например, этих результатов по запросу блогера, а здесь статистику блогер может наблюдать в режиме реального времени, то есть следить во вкладке в приложении «Мои рекомендации» за тем объемом рекомендаций, которые он сделал, и объемом продаж в том числе, как он это может сделать. Давайте посмотрим. Простой пример. На первом уровне сделано 38 рекомендаций, на втором – 114, на третьем – 124. Итого в базу привлек он 276 новых клиентов. Мы не знаем, кто из них сделал покупки, но мы знаем эту сумму, так как у нас есть четкое понимание, какое количество процентов с каждого уровня он получает. Соответственно, по несложной методике, пропорции, можно посчитать, какой же это был объем выручки. Например, здесь 3500 баллов – это 7% от 50 тысяч рублей. Мы считаем на трех уровнях и считаем общую сумму, которая получилась по рекомендациям, то есть именно сумма продаж по рекомендациям данного человека. Например, это 277 тысяч рублей в данном примере, и блогеру начислено на все три уровня 6562 бонуса. Обратите внимание, если вы посчитаете среднюю скидку, то вы увидите, что от 277 тысяч рублей 6 тысяч – это скидка 2,36%. То есть вот здесь такая нехитрая математика – это и есть та комиссия блогеру, которую заплатит данная компания. Например, это пиццерия. И это вторая как раз-таки у нас вторая механика. Как же с ней работать? С ней работать достаточно легко, но это немного просто нужно вашего внимания и ежемесячной дисциплины. Мы можем посмотреть, какие реферальные начисления были данному человеку в его личной карточке. И, соответственно, так как эти баллы у него есть на счету, то тоже по предварительной договоренности мы можем определиться и решить, что с ними делать. Либо их списывать и выдавать деньгами, то есть оплачивать услуги блогера деньгами, которые он по факту, по результату заработал, либо он эти деньги тратит в вашем бизнесе в виде бонусов на общих основаниях как клиент. Это, по сути, бартерное у нас тогда сотрудничество. Поэтому вот эти две механики, я думаю, что вам стало... Очевидно, как они работают, но есть вот такое небольшое сравнение в каждом методе и в том, и в другом. Есть свои плюсы, есть свои нюансы. Вот, я бы так это назвала. Я, так как у вас останется, будет презентация и запись, вы можете посмотреть подробнее тогда данное сравнение, то есть как участника UDS и как источник трафика, вот когда работает ссылка. И когда сегодня у меня будет вторая, третья часть выступления, где я буду делать конкретную презентацию для блогеров и конкретно презентацию для предпринимателей, для чего я это сегодня сделаю? Для того, чтобы дать вам пример, дорогие партнеры, чтобы вы на своих мероприятиях могли такие же презентации проводить. И поэтому в тех презентациях, которые будут, мы рассматриваем только вариант источника трафика. Он наиболее простой, он позволяет дать эксклюзивное количество бонусов, и он достаточно такой очевидный. Хотя если работать по ссылке участника, это тоже интересно, это глубина в три уровня, это простое, легкое, да, всегда ссылка с собой в приложении, легко поделиться, то есть есть тоже свои, ну и наглядность, соответственно, в режиме онлайн я вижу свой результат, сколько рекомендаций я сделал и кому. Вот, то есть это тоже интересно. Так, теперь немного кейсов. Примеры, то есть есть ли у нас уже работа с блогерами, строится она или нет? Я вам хочу сказать, да. В полях у внедренцев особенно очень много работы, и я хочу сказать, какие все молодцы, и действительно уже есть очень крутые, интересные показатели, интересные кейсы. Спасибо за них нашему внедренческому сообществу. На данном скриншоте Лариса Пашатская, есть у нас такой внедренец, она делилась своими результатами. Три разных компании привлекали блогеров, и там был разный, разный результат. Размер аудитории блогеров примерно 30 тысяч подписчиков, и там были очень неплохие цифры. Вы можете их на этом слайде увидеть. Второй, второй еще пример, это тоже сотрудничество с блогерами, именно как в данном случае, как участники, как клиенты, да, они брали свою ссылку, делились ей у себя в сообществах каких-то, это социальные сети, может быть, YouTube, и таким образом тоже делали рекомендации. Обратите внимание, это рейтинг у одной из компаний по клиентам, и в топе как раз вышли все три блогера, с которыми они сотрудничали. Спасибо за этот пример Булату Шайхулину, тоже наш внедренец. Это он показал, какой крутой есть лично в его практике результат. Мне кажется, это просто фантастическая вот сейчас картинка. 1200 привлек клиентов в базу блогер, из них 246 стали клиентами, и теперь обратите внимание на какую сумму. Он получил, видите, почти 38 026 еще на остатке, то есть это практически около 70 тысяч бонусов получил блогер, значит, это товарооборот, да, плюс примерно 95%. Значит, это космический оборот, глубина даже рекомендаций еще в три уровня уже далее работает у него, он еще и учит в своих подписчиках делать рекомендации. Ну и, собственно, что делает он с этими бонусами, как вы думаете, он сам является клиентом и сам просто бесплатно одевает здесь свою семью. Это термобелье, это, я так поняла, спортивное направление. Вот, поэтому очень здорово. Здорово. Два блогер. Так, посмотрю потом ваши вопросы, мы сейчас пока переходим далее. И давайте посмотрим теперь на все стороны участия в таких коллаборациях. Первое это у нас есть наши клиенты, предприниматели, второе это есть блогеры, третье есть мы как компания, разработчики продукта. И наша роль здесь в этом всем взаимодействии, она только вот, да, как брачное агентство. Нам просто нужно подбирать эффективные пары для того, чтобы получались вот такие классные результаты. Мы, естественно, не берем за это никакую комиссию. То есть мы не подбираем блогеров и не говорим, что с того, как он отработает, мы у тебя еще заберем какую-то комиссию. Нет. Наш интерес в другом. Я думаю, вы догадываетесь, в чем наш интерес. Это абсолютно нормальное, здоровое желание через такую возможность в нашем продукте, естественно, привлечь на нашу платформу дополнительные бизнесы, потому что они могут увидеть именно вот здесь для себя крутую возможность, да, то есть увидеть вот этот прозрачный сценарий, который позволит им работать в оцифровке агентских отношений, работать с лидерами мнений, и это, ну, работает просто для своего сарафана, да, то есть мы, показывая такие результаты, можем вдохновить большое количество бизнесов. Ну и, конечно же, это текущая наша цифра на сегодняшний день, да, так как благодаря вот включению лидеров мнений и обучению, скажем так, аудитории работе с приложением, пользованию его в разных компаниях, ну и, естественно, помощь в оцифровке для этих бизнесов, для своих заказчиков клиентской базы, конечно же, дает свой результат и по скачиваниям, и мы все помним цель на компании, это 30 тысяч установок и 25 тысяч, 30 миллионов установок, и 25 тысяч компаний мы хотим получить, поэтому наша задача способствовать образованию этих коллабораций. И каким же образом, да, то есть какие у нас инструменты для этого есть? Конечно же, в первую очередь, это те кейсы, как сегодня я показала, и есть, я уверена, еще у наших партнеров, у клиентов, может быть, клеты сами уже что-то делают в этом направлении, то есть это первое. Второе – это собственная база блогеров, и об этом сегодня я как раз и хотела сказать о том, что силами нашей партнерской сети мы можем собрать собственную базу, которую с большим удовольствием будем давать и пользоваться ей нашим клиентам, потому что вот эти все точечные какие-то ручные варианты подбора, когда ищет внедренец или ищет сам клиент, в общем, или ищет партнер для клиента, они все, это все формат, когда мы работаем вот руками, и в одиночку, поэтому мы посовещались и решили в первую очередь с Айратом и с Вячеславом Мушениным, что нам нужна своя база, поэтому мы создали такую специальную форму заявки для того, чтобы делать предложения в рынок все вместе. Кроме заявки, сегодня я вам покажу, какие мы приготовили презентации для как раз таки блогеров и для предпринимателей наших клиентов и будущих, и текущих, поэтому следующее я сейчас уже покажу вам, как выглядят эти презентации, более того, там еще есть много интересного контента, как раз таки мы весь наш сегодня вебинарный час этому посвящаем. Вот, поэтому будет в этих, после вебинара я поделюсь презентациями, естественно, и ссылкой на данную заявку, чтобы вы могли делать предложения блогерам, объясняя, используя презентацию, да, что, какая механика работы с нами, она абсолютно для них безрисковая, абсолютно, они не получают деньги вперед, поэтому у них, по сути, нет каких-то жестких обязательств. Сейчас я как раз уйду в презентацию и покажу, какие преимущества получают блогеры, почему это круто, почему это отличается от всего, что есть на рынке, и как с нами можно здорово сотрудничать, в первую очередь, для своего личного портфолио и для своего личного дохода. На этом этапе моя часть презентации закончена, я уже открою сейчас две следующие. Давайте, закрою, возьму следующую. Так, и включаю презентацию номер два. Это как раз то самое предложение для блогеров. У нас, как вы знаете, 6 тысяч бизнесов, значит, 6 тысяч компаний хотят работать с блогерами. Ну, статистика может быть чуть меньше, но тысячи компаний хотят с вами работать. И это слайд про то, чтобы блогера познакомить с нашей компанией, с нашим продуктом, то есть чтобы он мог больше узнать. Как раз мы здесь на этом слайде говорим о том, кто является нашими клиентами, что это самые интересные бизнесы для жизни, да, то есть это те места, где мы тратим деньги практически каждый день. Поэтому очень классно, да, если блогер работает с такими компаниями, он у себя просто обеспечивает, ну, как минимум, товарами и услугами ежедневного потребления, как максимум хорошим и постоянным доходом. Теперь, следующее, что мы предлагаем? Мы как раз здесь четко говорим, что мы формируем список блогеров, которые готовы работать с нашей компанией. Если вы в теме готовы заполнить, будет в конце заявка, мы будем вас рекомендовать нашим клиентам. Это сотрудничество абсолютно прозрачное для всех сторон. И твой интерес – это получать комиссию от предпринимателя за каждого привлеченного клиента, либо процент от суммы покупок на постоянной основе, бартер или живые деньги по договоренности. Все очень просто. Теперь, какая механика? Механика, например, это обычный пример. Допустим, ты работаешь с магазином одежды, заказчик тебе дает реферальную ссылку, по которой подписчики могут вступить в программу лояльности магазина и сразу купить какие-то. Либо второй вариант – сразу могут с этой бонусной картой по этой ссылке купить что-то, да, при условии, что данная компания использует функционал интернет-магазина и на страничке размещены товары или услуги. Третье. Естественно, ты размещаешь эту ссылку у себя или QR-код и делаешь рекламу в абсолютно любой форме. То есть вот здесь абсолютно у тебя полная свобода, каким способом ты делаешь свой рекламный контент, свои рекламные интеграции. Это может быть, ты можешь записывать в ТикТоке какие-то смешные ролики, ты можешь прийти в точку продаж и рекламировать прямо на месте, ты можешь, я не знаю, снять видеообзор, это может быть какой-то видеоролик. В общем, абсолютно любая форма. Далее клиенты, естественно, твои подписчики переходят по этой ссылке, получают электронную карту магазина с определенным количеством вступительных бонусов, они будут являться скидкой для совершения первой покупки и твоя ссылка дает эксклюзивное количество бонусов. В данном случае, обратите внимание, еще раз напоминаю, что мы здесь презентуем именно работу по механике с источником трафика, так как блогеру можно дать эксклюзив на первую покупку для своей аудитории. Клиент приходит в магазин, либо совершает в онлайн-магазине покупку, и все, заказчик видит твою воронку, твою эффективность, какие клиенты от тебя были подключены к программе лояльности, кто из них совершил покупку и на какую сумму эти результаты он тебе обязательно предоставит в открытом виде. То есть это будут скриншоты, либо в самой программе это можно показать. Какие взаиморасчеты? Взаиморасчеты с блогерами. Каждый заказчик, вот здесь как раз UDS уже не вмешивается в эти отношения, и компании, и партнеры, а каждый заказчик с тобой обсуждает индивидуально условия. Например, это договоренно, что ты получаешь 5 или 10 процентов с продаж. Это может быть в формате бонусов, тоже на карту лояльности для тебя, с каким-то персональным VIP-статусом максимальным. То есть блогеру тоже можно сделать также точную электронную карту в UDS и полученное вознаграждение начислить бонусами на эту карту, если он не против работать по бартеру. Далее, может быть, заказчик компании тебе предлагает сразу получить бонусную карту, на нее положить какой-то тебе депозит, это по сути предоплата за рекламу, либо это как бы тоже частичная оплата рекламы, и ты можешь прийти, сделать какой-то независимый там обзор, покупку, то есть чтобы у тебя было более такое непредвзятое мнение честное, и тоже своей аудиторией поделиться, и это будет таким предстартом вашей работы, после чего он поймет, какая механика, и сможет уже спокойно делать дальше рекламу. Конечно, можно работать там, комиссия на постоянной основе с каждого, то есть ежемесячный объем продаж считается твой, и ты получаешь эту комиссию. Может быть, вы оговорили условия за, то есть фикс за привлеченного клиента в базу, потому что компания потом будет дальше прогревать эту базу, доводить ее до покупки, да, и здесь результатом, что привлечены новые клиенты, тоже это хороший результат. Поэтому вот такая вот история с взаиморасчетами, я думаю, здесь любой клиент наш сам знает, какие предложить условия, вот, и здесь они спокойно просто обсуждаются. Ну, пример ссылки, QR-коды, это, я думаю, вы точно знаете, как это выглядит. Мы показываем блогеру, как выглядит статистика компании, то есть как раз, чтобы он видел, как это все считается, что здесь очень сложно что-то изменить, это невозможно даже, да, это статистика прозрачная. Ну, и получаются все в плюсе. У нас в плюсе сами блогеры, естественно, мы даем им готовую базу предпринимателей, их рекомендуем, вот, они могут работать долгосрочно с этими бизнесами, без всяких заморочек, да, потому что брать деньги по предоплате, это тоже большая ответственность, это, как правило, конфликт интересов. Заказчик хочет определенный тогда вид контента, он давит на блогера, он требует эффективность, потому что он потратил деньги уже. А когда вы работаете по постоплате, это оплата за результат у блогера, естественно, больше свободы, больше нативности в контенте, то есть и он может регулировать и дозировать для своей аудитории подачу рекламы так, как он считает нужным. Заказчику хорошо, что у него новые клиенты, и он платит за результат. И, конечно, нам хорошо, что то, о чем я сказала, у нас либо предприниматели появляются новые, которые хотят такой же повторить опыт, да, либо это, соответственно, счастливые покупатели, которые экономят деньги на оффлайн и онлайн покупках, и большое количество пользователей нашим приложением UDS. Вот такой экологичный баланс интересов предусмотрен в данном сотрудничестве. Ну и в конце как раз форма заявки, та, которую я вам показывала, блогер ее здесь заполняет. Вы получите сегодня эти презентации. Теперь я открываю следующую презентацию, на сегодня третью, которую мы подготовили для именно бизнесов, то есть это для наших клиентов. Давайте, тут будет еще очень много интересного, и посмотрим, какое же предложение, как же звучит предложение для предпринимателей. Супер вкусно, привлекайте клиентов за счет прозрачной работы с блогерами и платите только за результат. Выгоды и риски сотрудничества. Это небольшая предыстория к теме, да, то есть все-таки на сегодняшний день, та практика, которая есть, она несет и определенные суперклассные истории, и есть все-таки не очень, скажем так, удачные кейсы. Поэтому давайте посмотрим. Очевидные плюсы при работе с блогерами. Естественно, это большая аудитория, она зачастую целевая, да, то есть если мы продаем спортивное питание или фитнес-услуги, то мы работаем со спортсменами, с ЗОЖ-блогерами, ПП-блогерами, и когда аудитория наша часто совпадает, и, конечно, это тогда получается очень результативно. Как правило, у блогеров подписчики очень активные, то есть они любят комментировать, они подписаны на них для того, чтобы где-то оставлять свое мнение, вступать в какой-то диалог, просто они могут обожать этого человека, любить его, делать ему кучу комплиментов в виде всяких реакций, эмодзи и прочее. Соответственно, это дает большую активность данной странице в той социальной сети, которую используют блогеры. Высокое доверие, авторитет лидера, несомненно, да, то есть бывает, что это кумиры, то есть люди прям подписываются именно на своих кумиров. Конверсия в подписку на аккаунт социальной сети, это зачастую является результатом сотрудничества, когда именно просто мы получаем часть аудитории, то есть кусочек пирога, аудиторию блогера мы забираем на аудиторию, как часть аудитории нашего бизнеса, именно в социальных сетях. Сотрудничество бартером иногда рассматривается, и когда еще интересно сотрудничество бартером, когда блогеру, например, для личных целей ваш товар или услуга не нужны, но они нужны для его подписчиков, и он их разыгрывает в качестве призов. Вы видите такие иногда примеры, то есть, например, там разыгрываю айфон, соответственно, блогер ищет спонсора, кто ему даст айфон, вот, этого спонсора тоже рекламируют активно, и тогда этот айфон будет призом для его подписчиков. Поэтому не думайте всегда только, что для личного потребления вы делаете, когда предложение, да, блогеру нужны товары и услуги. Так, теперь о рисках поговорим. Какие все-таки есть такие подводные камни? Бывает, что аудитория большая, но целевая, она не вся, ну, то есть, она не вся для вас целевая, и блогер иногда до конца не знает своих подписчиков, кто там действительно, по каким причинам наблюдает за ним. Еще, широкая география, вот это один из таких ключевых, наверное, минусов, о которых нужно знать. Сложности локального продвижения, то есть, например, если я интересная персона, на меня могут быть подписаны люди из разных вообще даже стран, не то чтобы городов России там, или, то есть, абсолютно из разных стран, а мой бизнес находится, например, в Краснодаре. Если я делаю, заключаю контракт с этим блогером, то вы понимаете, да, охват только краснодарской части, это как реклама на телевидении, да, если мы хотим порекламировать на первом канале краснодарский магазин, то мы будем платить за всю аудиторию, включая туда только маленькую часть краснодарских телезрителей. Так и здесь, поэтому реклама может быть тогда очень дорогой, но часть, которая вам нужна, она очень маленькая. Нет гарантии конверсии в покупку, то есть, эффективность именно продаж это лотерея. Мы можем только сначала тестировать, потом уже больше, например, вливать денег в этого блогера. Поэтому именно о том, что будут покупки, мы не знаем этого. Мы знаем, что могут быть перетекания подписчиков в аккаунт, но не всегда это будет означать продажа. Как правило, это работа по предоплате, это плата за сториз, за пост или за какую-то рекламную другую интеграцию, за гиф. Непредсказуемые результаты и тестирование механика. Давайте я проясню этот пункт последний. Тестирование контента и механика, оно платное, оно за ваш счет, то есть за счет заказчика. Если блогер хочет попробовать, зайдет видосик или не зайдет, то вы будете оплачивать этот видосик. Он будет потом еще тестировать какое-нибудь размещение, чтобы посмотреть эффект отсюда, да, и за это тоже вы будете платить. То есть все тестирования, они в данном случае будут из кармана заказчика. Какой хочет результат в итоге каждая сторона? блогеры, блогеры, что хотят? Естественно, зарабатывать деньги, да, это их рекламная аудитория, они хотят долгосрочных заказчиков, чтобы с ними работали постоянно, это интересно для них, да, они так и нарабатывают тоже своих постоянных клиентов, им не безразлично своя статистика, абсолютно, потому что если падают охваты, падают за счет рекламы, иногда неверной рекламы блогер может потерять очень большое количество, то есть у него будут отписки, либо какие-то хитерские настроения, для него это очень полезно. Я думаю, вы помните пример, который был с Региной Тодоренко, да, когда она высказалась, то есть она сделала какое-то социальное заявление, а в итоге все потеряла рекламный контракт, да, вот, далее, блогеру нужны очень хорошие рекламные кейсы для работы, для продолжения работы, ну, это во всем, понимаете, во всем это работает, и у них тоже, то есть если у тебя классно выстрелила реклама с определенным клиентом, то ты хочешь этот опыт дублицировать, ты показываешь его другим заказчикам, и они доверяют тебе, соответственно, выше, ну, и как бы работают с тобой и другие тоже, поэтому сильные кейсы блогерам нужны, вот почему это как раз причина соглашаться, работать на результат уже по факту, ну, и еще один очень важный момент, это желание блогеров делать абсолютно, я уже сегодня об этом говорила, свободный контент, нативный контент, нативный, это когда я могу делать не открытую, не жесткую рекламу, а делать ее очень вкусно, интересно, может быть, не так заметно, но она не будет так раздражать своего подписчика, она будет какая-то творческая, да, и заказчик тут, ну, чтобы не давил, как-то, не оставил в определенные рамки тебя, заказчик, он хочет, естественно, оплату за результат, он хочет постоянный поток клиентов, покупки, гарантии, эффективность, все очень примитивно, я думаю, вы это и сами понимаете, поэтому, когда мы говорим про UTS, это и для одной, и для другой стороны мы удовлетворяем их запросы, может быть, конечно, большие, крупные блогеры, они соглашаются работать на результат, на пострезультат, потому что они уже расслаблены, да, они уже получают деньги за рекламу, и для них это возможно, ну, только какой-то спортивный интерес, или если очень интересен сама там клиент, компания, вот, то есть они, может быть, на это и будут соглашаться, но блогеры местного, локального уровня, 30-тысячники, 50-тысячники, 100-тысячники, я думаю, с большим удовольствием согласятся, и это очень смелые, и априори очень честные, на мой взгляд, люди, которые согласятся на такую механику, потому что они, ну, не боятся, да, показать, как все будет, даже если это не сработает, ничего страшного нет, это для них, для их понимания определенный опыт, как мне выстраивается аудитория отношения, чтобы моя реклама, чтобы мое мнение там работало, на нее, на эту аудиторию, это и понимание, как все-таки, какой может быть товар, услуга заходит, не заходит, то есть интересы, изучение интересов своей аудитории, ну, и здесь он, в конце концов, ничего не теряет, никому ничего не должен, ему не страшно, да, то, что он денег ни с кого не брал, поэтому ответственность меньше, а интерес профессиональный очень высокий, ну, для предпринимателя это, естественно, да, не платить сразу, а платить только по факту, это вообще, ну, мечта любого бизнеса, то, чего хотели всегда в рекламе. Чем отличается сотрудничество с инструментами UDES от традиционных сценариев? Я, для кого не совсем было очевидно, я еще это немножечко проговорю, то есть, как это бывает обычно, обычно у блогера есть прайс-лист, он работает по предоплате за конкретный вид рекламы, для понимания, как реклама сработала, промо-коды, либо там кодовое слово, да, используется, блогер получил деньги, клиент получил, подписчики, да, получили скидку на покупку и заказчик получил какую-то волну разовых продаж, это не факт, кстати говоря, то есть, да, наверное, получил волну каких-то продаж, одноразовая акция и одноразовый результат. Теперь, давайте посмотрим, как это происходит в UDS. UDS позволяет отследить эффективность в режиме онлайн и пролонгировать этот результат. Внутри кабинета UDS, UDS бизнес, вы знаете, да, видно то, что я уже показывала на источнике трафика, сколько клиентов пришло в базу от блогера, сколько из них совершили покупок, то есть, какая конверсия, на какую сумму эти покупки были, и кто из новых клиентов стал постоянным и покупает регулярно, ну, вы понимаете, дальше работа включается в работу программы лояльности. Блогеру можно оплачивать вознаграждение, ну, это мы уже сегодня разбирали. А теперь сравнительный анализ, опять-таки, без UDS и с UDS. Без UDS клиент получит, то есть, от блогера что-то, он получит по промокоду скидку, то есть, это дисконт на одну покупку. С UDS клиент получает по промокоду бонусную карту постоянного клиента с приветственной эксклюзивной скидкой и плюс кэшбэк на следующую покупку. Просто посмотрите на эту разницу. То есть, я не просто получаю скидку, как здесь, я получаю бонусную карту с депозитом на счету, что будет являться для меня также скидкой и плюс кэшбэк на следующую покупку. А может быть, это уже если мы берем творчество, может быть, эта карта будет в итоге от блогера потом со статусом VIP. То есть, может быть, блогеру мы договоримся, что он раздает карты со статусом VIP. Это очень легко. Все, кто по его рекомендации оцифруется, мы меняем статус просто всем оптом. Далее. Заказчик теперь без UDS. Заказчик получает подписчиков в свою социальную сеть и очень редко, когда получает контакты клиентов по промокоду, если это только ведется учет, что да, по промокоду кто пришел, кто покупал, какая-то форма анкеты, либо регистрация, либо там, я не знаю, чего, но это бывает не всегда. С UDS мы все-таки получаем контакты клиентов в базу данных. Это уже тоже разница. Теперь без UDS если у нас какие-то клиенты не купили здесь и сейчас, что происходит? Давайте подумаем. Это не купившие клиенты, но мы получили какой-то эффект, мы их привлекли, то мы, чтобы работать дальше с этой не купившей долей аудитории, мы должны будем тратить деньги, потому что если они просто на нас подписались, мы должны будем прогревать их с помощью либо таргетированной рекламы, либо если мы собирали контакты этих клиентов, мы будем тратить деньги на их информирование, смс-информирование, чат-бота или еще что-то. И с UDS для прогрева не купивших мы используем, так как они в нашей базе, просто пуш-рассылки бесплатно, а еще мы можем использовать стимулирующие сертификаты, то есть доначислять еще временно какое-то количество бонусов и стимулировать их совершить первую покупку. Ну и без UDS блогер получил разовый гонорар за рекламу, а с UDS блогер может получать комиссию ежемесячно, что может быть большей суммой, чем разовое вознаграждение, то есть здесь потенциал может даже больше быть. Поэтому как это работает? Ну здесь мы с вами это проходили на презентации для именно блогеров, блогер раздает бонусные карты со своей ссылкой, в консоли мы берем источник, для него источник трафика создаем, эту механику я думаю вы уже поняли. Вот, останавливаться сейчас не буду на этом, для тех, кому непонятно как это выглядит, сейчас еще раз вот здесь показываю на скриншоте. Нет, следующее будет уже скриншот. Давайте сначала покажу пример ссылки и пример это я не блогер, конечно, но это мой пример сторис в инстаграм с отметкой места, где, ну то есть в инстаграм ресторана и моего промокода, то есть вот пример рекламы все легко. Далее теперь уже как это видит внутри в личном кабинете предприниматель. Вот здесь скриншот источник трафика, например, мы его назвали Саша Ракета, блогер Саша Ракета, он, допустим, привлек нам 159 клиентов, 63 совершили покупку на 253 тысячи рублей. Вот его ссылка, вот его промокод. Все очень легко. По этому же источнику трафика вы можете делать потом отчет ежемесячный и смотреть, как продолжают покупать эти клиенты. То есть и эти, и еще может быть новые другие. Тоже можете за этим потом наблюдать. Оплата услуг блогера. Это та же самая примерно схема, как и мы показали в другой презентации. Вы сами договариваетесь, решаете. Много очень творчества. Можно бонусами на карту, то есть посчитали, например, комиссию и начислили на бонусную карту блогера, чтобы он покупал у вас, если это бартер. Если это оплата определенного процента комиссии, значит, вы либо наличными, либо на карту с ним рассчитываетесь в какой-то определенный период времени. Я не знаю, может быть, блогер заработанные деньги захочет подарить как волонтер кому-то. Вы можете создать благотворительный проект, который вовлечь, например, очень много, подарить очень многим подписчикам, например, такие бонусные карты с каким-то балансом. В общем, творчество просто надо начать, и оно обязательно придет вдохновение, вы узнаете, что еще можно интересного сделать. Так, как найти блогера? Здесь те рекомендации, которые уже я сегодня тоже называла. Первое, это как раз таки мы готовим базу, чтобы могли наши клиенты легко находить интересных подходящих блогеров по городам, эта база будет структурирована и по городам, и по интересам, и по количеству подписчиков, в общем, главное нам вместе с вами ее методично собирать, это тоже такая нужная копилка, вы посмотрите ответы в этой форме вопросы, да, и увидите, как, исходя из этих вопросов, какие данные будут у нас в этой базе. Далее, конечно же, я как раз обращаюсь сейчас к нашим клиентам, пожалуйста, вы также возьмите эту ссылку и те, может быть, наработанные связи, которые у вас есть с блогерами в городе, предложите им участие в этом проекте, никаких это не стоит денег, вы дадите им просто презентацию, и в этой презентации есть эта ссылка, и пусть они заполнят эту заявку, если им интересно. Мы еще также будем проводить такие мероприятия, приглашать конкретно уже на онлайн мероприятия оффлайн блогеров, чтобы им напрямую презентовать данную возможность, есть специальные сообщества, есть всякие платформы, там тоже можно искать их, но имейте в виду, на этих платформах возможно уже какая-то есть алгоритм работы, которым может не очень будет им интерес наше предложение, тем не менее всегда, я думаю, необходимо попробовать. Так, на этом у меня здесь конец презентации, я была рада вам сегодня поделиться этой информацией, у нас есть еще 10 минут, я в них постараюсь уложиться с вашими вопросами, давайте, пока у нас еще, нет, я запись уже остановлю, это будет приоритет для тех, кто пришел на эфир, позадавать напрямую все вопросы, поэтому всем, кто был у нас сегодня, спасибо, кто смотрит записи, и продолжаем с теми, кто у нас остался сейчас. Спасибо.